Дорогие друзья, приветствую вас! Мы продолжаем вторым занятием по йоге в рамках программы «Неделя йоги». Сегодня мы повторим те упражнения, которые освоили вчера и добавим несколько новых. Итак, принимаем удобное положение, ноги на шине таза, носки чуть-чуть внутрь, колени подсогнуты. Таз под себя, копчик тянем вниз, чтобы разгрузить поясницу. Ладонями накрываем живот и делаем глубокий вдох, живот, ребра, грудная клетка, выдох, грудная клетка, ребра, живот. Несколько циклов дыхания, отстраиваем правильное глубокое дыхание и очень желательно вести эту привычку в течение дня, дышать полным глубоким дыханием, по крайней мере, несколько минут в день. Вдох, через стороны поднимаем руки вверх и на выдохе вращение рук. Вращаем руки около 30 секунд вперед и добавляем бхастрику. Бхастрика – это полное глубокое дыхание, вентиляция легких, кузнечная меха в переводе санскрита. Вращение рук назад вместе с вентиляционным дыханием. Бхастрика – это полное глубокое дыхание. Бхастрика – это полное глубокое дыхание. Возле стены уменьшайте амплитуду движения. Обратите внимание на то, движутся ли ваши руки, балансируя движения ноги. И теперь меняем сторону. Неважно, с какой стороны вы начинали, просто я меняю. Я знаю, что сейчас многие из вас теряют равновесие. Поверьте, у меня было такое тоже, но нужно стараться. Итак, теперь переплетаем пальцы рук, делаем глубокий вдох, обе руки вытягиваем вверх и наклоняемся в первую сторону. Вес тела переносим на открытую ногу, вторую практически от пола отрываем. И кому сложно, нижнюю руку опускаем, а верхнюю тянем, 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 открывая ребра. Делаем вдох, толкая ноги вниз, тянем руку вверх, а голова направлена вниз. Сейчас, кто чувствует, что может попробовать, посмотрите вверх, голову поверните вверх. Если нет напряжения в шее, так и остаемся. Вдох, глубоко выдох. Хорошо. И меняем сторону вдох, выдох. Поднимаем, переплетаем руки, поднимаем их вверх, наклоняемся в другую сторону, симметричный наклон. Ноги толкаем в землю, руки тянем к небу. Кому сложно, опускаем одну руку, вытягиваем пальцы, открываем жреберные мышцы, дышим. И кому комфортно, поворачиваем голову вверх. Полное глубокое дыхание. Очень важно, потому что чаще всего мы дышим максимум 2 секунды по такому типу. Попробуем вдох. Раз, два, три, четыре. Выдох, четыре. Три, два, один. Поднимаемся, выдох. Хорошо. Две руки через стороны вверх. Две руки через стороны вниз. И теперь новое упражнение. Становимся дальше, твереньки. Кончики пальцев рук на полу. И округляем спину. Выдох. И округляем спину. Выдох. Тянемся носом к пупочку. Вдох. Прогиб. Выдох. Округляем от поясницы до макушки. Вдох. Прогибаемся от поясницы до макушки. Итак, еще четыре движения в своем режиме. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. От поясницы вдох. И еще один цикл. Выдох. И вдох. Прогнулись. Ложимся на живот. Сейчас. Если есть вопросы с поясницей, выполняем вчерашний прогиб. Стопы вместе. Носки касаются пола. Отрываем грудную клетку от пола. Делаем три дыхания. Вдох. Удлиняем шею. Выдох. Чуть выше спина. Вдох. Удлиняем шею. Выдох. Чуть выше спина. И еще раз вдох. Вытянулись. Выдох. Спина. Значит, у кого есть вопросы с поясницей, можно слегка подтолкнуть себя ладонями вверх. Кто хочет чуть более сложный вариант попробовать, сгибаем ноги в коленях, захват за голени. И вытягиваемся вверх. Несколько циклов дыхания. Вдох. Выдох. Кстати, здесь, если есть напряжение в пояснице, голени, бедра касаются пола. Вдох. Выдох. Хорошо. На выдохе опускаем ладони на пол и садимся на ягодицы. Ваш вариант. Либо через скрещенные ноги, либо любым другим способом садимся на ягодицы. И выполняем скручивание. Правую ногу ставим за левое бедро. Вытягиваемся вверх. Кто хочет усложнить, можно согнуть в колене левую ногу. Вот таким вот образом. Но при этом обе ягодицы должны касаться пола. Вытягиваем правую руку вверх. Вдох. Выдох. Правая рука за спину. Левой рукой либо упираемся в колено, бедро, либо подтягиваем правое бедро к себе. Живот по возможности касается бедра. Вдох. Макушка вытянулась вверх. Выдох. Глубже скручивание. Дох. Глубоко надувая живот. Массируем внутренние органы. Выдох. Скручиваемся. Уводим глаза максимально в правую сторону. Вытягивание позвоночника на вдохе. Выдох. Глубже скрутка. Если у вас вопросы со спиной, сколиоз, остеохондроз, астрит, обязательно сообщите об этом мне. Особенно если в этом упражнении возникают болевые ощущения. Тогда нужно подобрать более мягкий вариант его выполнения. Вдох. Поворачиваем голову вперед. Выдох. Все. Тело. И меняем ноги. Сначала две ноги выпрямляем. Левую стопу ставим за правое бедро. Кто может, сгибаем правую ногу в колени. Вытягиваем вверх левую руку. Ставим ее за спину. И либо подтягиваем к себе бедро, либо упираемся в бедро локтем. Вытягиваем макушку вверх. И на выдохе глубже скручиваемся. Уводим глаза максимально влево. И выполняем еще четыре цикла дыхания. Живот надувается на вдохе. Вытягивая позвоночник. На выдохе мы чуть-чуть больше спирально скручиваем позвоночник. Хорошо. Вдох. Поворачиваем голову вперед. Выдох. Раскручиваем все тулеще. Выпрямляем ноги. Садимся в удобном положении. С ровным позвоночником. Можно даже на диване. Соединяем ладони перед грудью. И прислушиваемся к зоне нашей груди. Закрываем глаза. Чувствуем сердцебиение. Чувствуем сердцебиение, дыхание. Или, по крайней мере, стараемся их услышать. Направляем внимание на ощущения в зоне сердца. И думаем о том самом главном, что вам предстоит сегодня сделать. Возможно, пойти на работу. Возможно, позвонить близким. Возможно, сделать зарядку. Все, что бы вы не сделали, это принесет вам радость и счастье. Настраиваемся на радостный и позитивный день. И открываем глаза. Одной рукой касаемся кончика носа. Другой ухо. Хлопаем и меняем. Хлопаем и меняем. Хлопаем и меняем. Не важно, как у вас получается. Это упражнение имеет свой эффект. Даже если вы делаете очень медленно. Если получается хорошо, пробуем одновременно приседать. Хлопаем и меняем. Хлопаем и меняем. Хлопаем и меняем. Хлопаем и меняем. И заканчиваем. Я вам желаю радостного и позитивного дня. И жду вас на следующем занятии.